Добрый день дорогие друзья, с вами я Игорь, это канал Экодрифт и сегодня наконец-то мы снимаем обзор на KingSong S18 Пожалуй одну из самых жарких новинок этого года, а мне лишь не хватает моего особенного костюма Время одеть его пришло, одеть надеть Так что не забывайте пользоваться защитной экипировкой, она может вам пригодиться в самый неожиданный момент Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну лучше поздно, чем никогда Колесо получилось очень многогранным, назову это именно так Каждая грань потребовала массу времени для понимания, освоения и выравнивания напильником Учитывая, что наше предсерийное колесо потерялось где-то в пути, ну торопиться у нас смысла не было Поэтому мы решили покататься, разобраться, поковыряться и только потом сделать обзор Зато у нас серийное колесо, именно такое, которое досталось всем А кто не смотрел, бегом по ссылке в описании, где есть отличный видосик с отзывами обычных моноколесников с электрофестиваля в городе Москва Хочу немного рассказать про подвеску В чем ее преимущество? Самое главное, на мой взгляд, это ее прогрессия Сначала у подвески ход мягкий и большой Это очень сильно добавляет комфорта при движении, по небольшим неровностям При въезде на невысокие бордюры, корни, ну и так далее Вы просто перестаете их замечать Ногами вы все это дело все равно чувствуете, но не так сильно Колесо вас словно просто информирует о наличии этих самых неровностей Отрабатывая 80% вместо ваших колен Если же вы влетаете в большую яму, прыгаете с бордюра, въезжаете в лежащий полицейский То ход подвески увеличивается А чем больше ход, тем больше сопротивление Оно обеспечивается за счет многорычажной конструкции Такое поведение подвески называется прогрессией Разница в сопротивлении в начале хода и в самом конце отличается в три раза Но это не все, у нас же здесь пневматический амортизатор И у него тоже есть своя прогрессия при работе Воздух внутри сжимается, сопротивление пружины нарастает В итоге мы получаем, что подвеска работает практически всегда И ее усилия соответствуют ударной нагрузке При этом сохраняется комфорт при мелких неровностях Такая подвеска ощущается так, словно здесь не 100 мм, а 200 или даже 300 Также она не пробивается и пожирает абсолютно все Конечно же, это все при правильной накачке амортизатора И допустимом весе райдера Сдуру, как вы знаете сами, можно и педали сломать Второй момент Это неподрессоренная масса В идеале она должна быть наименьшей То есть у нас есть пружина И она смягчает все, что находится на ней И никак не влияет на то, что находится под ней Чтобы пружина работала как можно эффективнее Вес того, что у нас под пружиной Должен быть как можно меньше И это называется неподрессоренной массой Давайте разбираться У нас на подвеску опирается корпус со всем его обвесом Педали, контроллер, аккумуляторы А ниже подвески расположен только двигатель Не самый идеальный вариант Так как мотор, колесо с обвесом весит в районе 10 кг Но лучше, чем если бы пружины работали только для педалей и райдера Чем это лучше? При продавливании пружины вниз Создается запас энергии Который стремится разжать эти пружины И все, что на них находится У нас получается здесь больше половины колеса И этого запаса вполне достаточно Чтобы колесо позволяло прыгать Но, конечно, при условии выключенного отскока на амортизаторе Кстати, про него тоже надо немного рассказать Но сделаем это чуть позже Итак, мы сдавливаем амортизатор И он пытается распрямиться И тянуть вверх аккумулятор, корпус и прочее Это позволяет достаточно легко прыгать Именно поэтому С18 сохраняет прыгучесть И даже улучшает ее в сравнении с колесами без подвески Продолжение следует... 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 Это такая настройка в амортизаторе Которая позволяет избежать раскачки Как на батуте Именно демпфирование отскока И отличает пружину от амортизатора На автомобилях, например, езда без демпферов крайне опасна Паразитная раскачка ухудшает управляемость Создаёт опасные ситуации Задача хорошей подвески Отработать неровность И не давать транспортному средству Раскачиваться... Как на батуте Очень многие радовались как дети Наличию демпфера отскока в этом амортизаторе А что же на деле? Вес колеса не такой значительный, как вес автомобиля Поэтому колесо очень легко раскачать просто движением ног Точно так же легко эту раскачку погасить Поэтому увеличивая демпфирование Мы просто ограничиваем ход колеса на частых неровностях Оно их хуже отрабатывает Колесо становится менее комфортным И самое неприятное, что демпфер мешает прыжкам Поэтому откручиваем демпфер в ноль И забываем про это красивое слово Хотя эстеты могут поставить себе 10 кликов И кататься, будучи уверенными в том Что у них там работает амортизатор А не просто пневмопружина Субтитры делал D.R.E. Субтитры делал D.R.E. Субтитры делал D.R.E. Субтитры делал D.R. Субтитры делал D.R. Субтитры делал D.R. Очень удобное колесо Как для ног Сама постановка Ширина педалей Их высота Мягкая В управлении отзывчивая Покладистая Выглядит как новенькое Ауди из салона При поворотах задний стоп-сигнал дублирует направление поворота Как в автомобиле Это просто шок По ступенькам съезжать по кайфу Теперь даже школьник без скилла и навыка Может съехать по ступенькам Также можно прыгать Относительно не на все бордеры На очень крутые и острые прыгать не стоит Ручка прикольная То, что направляющие теперь круглые А не прямоугольные Для перевозки идеально А вот для переноски непродуманно и неудобно Так как рукоятка очень короткая Да еще и расположена не вдоль, а поперек И носить колесо прям нереально неудобно Фара достаточно хорошая Но похуже, чем на V11 Дальний свет слепит прохожих Подушки удобные Но какие-то вандалы Я не буду показать пальцем, кто именно Уже оторвали их И заменили на кастом И сама форма корпуса приятная А углубления в нижней части под ноги Добавляют еще больше контроля И устойчивости При выполнении прыжков и трюков Мне колесо очень понравилось Несмотря на все его конструктивные недочеты Субтитры сделал DimaTorzok А теперь моя любимая рубрика Технические характеристики Мощность двигателя 2,2 кВт Привет, 16Х и V11 Аккумулятор на элементах LG M50T С емкостью 1100 Ватт часов Это банки в размере 21700 Сейчас это стало достаточно модно Вес колеса Ух, 25 кг Очень хотелось полегче Но в ногах при езде этот вес не ощущается От слова совсем Диаметр, который написан на покрышке Это 18х3 дюйма Это стоковый Чаянг Отлично для города и сухой погоды Управление прям супер Но очень не любит грязь и пересеченку Что лишний раз подчеркивает, что это чисто городской паркетничек Хочу также отметить по поводу размера 18 дюймов Тут чисто номинально По реальным габаритам Эта покрышка скорее ближе к 20 дюймам Поэтому мы пишем диаметр 19 А максималка в 50 км в час Это на бумаге Реально с такой батарейкой Лучше держать скорость Порядка 40-45 км в час Если же, конечно, вы прожженный ас И ваш вес в районе 65 кг То катайтесь 48 км в час Ход подвески 80 мм Пробег на одном заряде Тут все зависит от стиля езды Вашего веса Габаритов накачки покрышки Температуры воздуха Фазы луны Очень много здесь показателей Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Дорогие друзья Напишите, пожалуйста, в комментариях Кто будет снимать следующий обзор Сравнение S18 с V11 Я или Александра Мы уже кое-что проверили Если стараться постоянно держать стабильную скорость В 40 км в час То колесо проедет 40-45 км Если же вы не будете превышать скорость в 20 км в час Что, по-моему, просто невозможно на таком колесе То побег будет аж 100 км Но это надо ехать 5 часов к ряду Лично я лучше за это время полностью высажу Это прекрасное колесо Заряжусь еще раз И еще один раз его высажу В комплекте у нас идет зарядное устройство 2,5 ампера Время полной зарядки аккумулятора Составляет около 6 часов А сними меня на фоне неба, Тарас У нас тут ДНМ-амортизатор 36-я модель В дальнейшем, скорее, производитель перейдет на 38-е С автоматической регулировкой давления в негативной камере Производитель ограничил максимальную нагрузку на колесо в 120 кг И это для очень спокойных и плавных райдеров У подвески есть ограничения И позволяет она более-менее сносно прыгать Только при весе райдера в 105 кг Ну не выше этого И это с учетом одежды, рюкзака и защиты Иначе вы будете постоянно пробивать подвеску Даже с перекачанным амортизатором Так что не забудьте сначала встать на весы Ну или сбросить пару лишних килограммчиков Не будь как Тарас Будь стройным Амортизатор надо настроить Я бы не советовал ориентироваться на официальную инструкцию Здесь все намного проще Сначала садимся верхом на колесо Накачиваем позитивку до 200 PSI Затем отпускаем Накачиваем нижнюю до 50-60 PSI И проверяем То есть продавливание колеса под вашим весом Должно получиться в районе 10-15 мм Если вы уж очень тяжелый райдер Чем выше, тем меньше рисков зацепиться педалями Как работает ручка? Она не фиксируется в сложенном положении Дергаем вверх И она фиксируется И двигатель отключается Если нажать на кнопку То ручку можно или убрать, или разложить Дергаем вверх Дергаем вверх К конструкции колеса у нас накопилось Достаточно много замечаний и пожеланий Внедрения или изменения которых В будущих рестайл версиях Значительно улучшат колесо В плане использования И его возможностей Ну, во-первых, индикатор заряда Ну, он как бы есть, но сзади То есть его там абсолютно не видно Мне не нравится вот это место С одной стороны, это, конечно, стильно Но здесь стекло фары немного гуляет И заканчивается оно этими острыми шипами Резинка заглушки как-то не очень плотно прилегает А внутри гидроизоляция откровенно портит внешний вид И резинки не очень уверенно держатся Нажимаешь пальцем, и они проваливаются Очень спорное решение Эти свесы, в которых держатся аккумуляторы Они позволяют регулировать высоту педалей Но то, что они вот так вот торчат И периодически цепляют бордеры Очень раздражает Почему нельзя было на заводе Все это отрезать, ну или хотя бы закруглить Провод движка из оси Под ним есть канавка Но провод в ней не лежит И сверху явно не хватает Какого-то защитного Пластикового колпачка Вроде мелкая деталь, но выглядит не очень Брызговик у многих отрывается Да и от грязи мог бы защищать получше Кстати про грязь Если вы едите по луже, то вся грязь летит сюда И в том числе на ваши лодыжки На первых колесах заедали педали Но Кингсонг это уже исправил Новые пружинки работают лучше На первых колесах ломаются защелки педалей Кингсонг тоже уже начал выпускать улучшенные педали Но первым заказчикам не повезло Как так? Но самое главное Подвеска с завода не работает Кингсонг уже отреагировал Здесь были брусочки из металла, которые надо было выбить сразу после покупки Они их используют при сборке, но почему-то забыли их убрать Поэтому придется это сделать самостоятельно Но опять же, эта деталь уже исправлена Кингсонг Она отливается сплошной Так что брусков больше нет и ничего выбивать не надо Снова повезло лишь первым заказчикам Но увы, и на этом не все Родные подшипники убиты гроверами Соединения сделаны так, что линки трут друг от дружку Есть еще проблема несоосностей установленных слайдеров Отваливаются вот эти пластиковые пыльники Снизу их может поджимать крепление И они тоже не дают нормально работать подвеске Короче, здесь очень много работы Чтобы подвеску перебрать и довести до нормального рабочего состояния Читайте статью у нас на сайте Но даже если все это устранить Все равно остаются проблемы трения различных деталей колеса об кожу Которые защищают нас от грязи Особенно раздражает стук амортизатора Эх, Кингсон, Кингсон От всех обнаруженных косяков С-18 особенно громко бомбанула Тараса Это паренек, который меня сейчас снимает Он написал огромную статью, которую вы также можете прочитать у нас в техноблоге Только перед прочтением не забудьте убрать острые предметы Займите максимально безопасную позу в кресле У меня глаз уже начало дергаться Я без шуток говорю, реально дергаюсь глаз Субтитры сделал DimaTorzok С-18 это колесо бомба Во всех смыслах оно подорвало все чаты Равнодушными не оставило никого Кто-то злорадствует по поводу недочетов Кто-то рассуждает, что надо ждать, когда колесо начнут нормально собирать на заводе А кто-то сделал весь перечень работ и катается уже сейчас И честно, я не понимаю зачем ждать Жизнь такая короткая штука, что ее не хватит на ожидания Пока кто-то сделает идеал В том виде, что есть сейчас Это колесо бомба Оно потрясающе Круто едет Я до сих пор не могу на нем накататься Выйдет колесо лучше в следующем сезоне Ну и отлично Поменяю на то, которое будет лучше А живем сегодня и радуемся жизни уже сейчас Чего вам всем и желаю Ты с этим не согласен? Ну так бомбаи в комментариях под этим видео Встретимся там в жаркой дискуссии Ха-ха, ко мне на помощь придет Тарас Всем удачи и хорошего настроения С вами был я Игорь, канал Экадри Надеюсь вы поставите ваши лайки или дизлайки До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok